Под сильным напором воды и при помощи специальных щеток сотрудники депо отмывают вагоны. В Самарском метрополитене началась генеральная уборка подвижного состава в рамках городского месячника по благоустройству. Внутри салоны чистят ежедневно, при этом обрабатывают дезинфицирующими средствами. Особенно тщательно моют поручни, окна, подоконники, двери, пол, диваны. Сидения на время демонтируют, чтобы и под ними убрать скопившийся мусор. С наступлением весны, когда переходят на летние смазочные материалы, проводят чистку механизмов. Механическое оборудование после зимней пыли и грязи, все дело отмываем. В первую очередь механика у нас самая грязная. Весной, после зимней всей пыли и грязи, это все дело надо будет отмывать. Соответственно, все это сложнее. Дважды в год, осенью и весной, в метрополитене проходит комиссионный осмотр. Сотрудники предприятия осматривают коммуникации, лестницы, поручни и другие части подземки. Сотрудники предприятия осматривают весь комплекс зданий, сооружений, устройств и служебно-технических помещений. Следят за тем, чтобы не было разрушений и коррозии. Осмотру подлежат все объекты. Все, что влияет на безопасность пассажиров, на движение поездов, этому уделяется мало того, что ежедневный контроль, ежедневное обслуживание, но еще контрольные проверки, которые осуществляются руководством метрополитена, они дисциплинируют остальных работников, чтобы все на своих местах отвечали за качество выполненных работ. Кроме того, в Самарском метрополитене продолжается реализация правительственной программы по обновлению и капремонту подвижного состава. На данный момент уже отремонтированы 22 вагона, 4 вагона новые. В этом году на модернизацию и капремонт отправят еще 6. Согласно техническому заданию работы, подрядчик должен выполнить до 1 ноября 2023 года. После доставки, приемки и пуска наладки в декабре обновленные вагоны выйдут на линию. До конца 2024 года капитальный ремонт пройдут еще 18 вагонов. Таким образом, срок службы продлят на 15 лет. Повышается безопасность перевозки пассажиров в данной ситуации. Это обеспечивается за счет видеонаблюдения новой системы АЛС-РС. Между вагонами устанавливается специальное приспособление, которое исключает случайное попадание человека между вагонами. К завершению строительства и вводу в эксплуатацию станции Театральная необходимо обновить весь подвижной состав для перевозок из отдаленных районов Самары в исторический центр города и обратно. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.